Я приглашаю на эту сцену следующего эксперта, Станислав Кузовов. Пожалуйста. Добрый день, Станислав. Добрый день. Сейчас я разберусь с этой сценой. Добрый день еще раз всем сидящим, всем, кого вижу и не вижу. Софиты здесь сильные. Я Станислав Кузовов, я консультант, можно сказать, периодически бываю предпринимателем, но больше, наверное, со стороны инвестора. И сегодня я здесь для того, чтобы поболтать с вами, поделиться теми соображениями, которые у меня накопились, особенно с начала года, о том, что происходит в малом и среднем бизнесе и с чем я чаще всего сталкиваюсь. Возможно, они для вас будут близки и даже у вас появятся какие-то вопросы, я смогу на них ответить. То, как я решил к этому подойти, долго ковыряясь над разными вопросами, не новая идея о том, что бизнес просто это математика и психология. И я в последнее время вижу, что многие уже начинают это понимать, потому что раньше были тотальные перекосы. У кого-то в тотальную математику, у кого-то в тотальную психологию, как я ее называю, я сейчас буду ее потихоньку раскрывать. Речь всегда идет об управляемости бизнесом. И у кого-то рано или поздно происходят вот эти определенные направленности. Либо мы начинаем очень много всего считать, либо мы начинаем очень много разговаривать с людьми. И даже периодичность в компании, она меняется. Хотя бизнес – это составляющие двух направлений и математики, и психологии. Сегодня, когда мы говорим о каких-то определенных вопросах, бесспорно, мы можем стартовать с каких-то точных вещей. Хотя здесь можно спорить. И вопрос, к примеру, выбора целей, куда мы идем, выбора каких-то точных для себя путей, как мы пойдем, с какими деталями мы пойдем, какие точные маршруты мы будем выкладывать. Я пока отношу к математике, хотя они выбираются не без психологии. Сегодня даже, когда я сюда ехал, не могу сказать, что сюда просто в последнее время добираться. Едешь сюда и задействуешь два параметра – и математику, и психологию, чтобы сюда доехать. Каждый раз, когда мы с вами понимаем, что мы приходим к какому-то результату, вроде бы это все фактический результат. Но опять же задействуем два параметра. Мы реагируем на этот результат, включаем наше с вами состояние, интерпретацию, восприятие. И это становится психологией. Сегодня психология, по сути, может влиять обратно на математику. И то, о чем я сегодня тоже хочу сказать, о том, насколько для большинства стало объективно понятным, что, к примеру, отношение к своему результату в виде важности этого результата, в виде приоритетности результата, оно играет в последнее время очень важную роль. Сегодня скажу пару слов о дисциплине, хотя вижу, как многие от этого постепенно уходят. У нас идет век новое направление творчества, новое направление креативности, но тем не менее дисциплина продолжает играть свою роль, и сегодня я о ней немножко поговорю. И не просто о дисциплине, а о дисциплине исполнения или о исполнительской дисциплине, так называемой. Рассматривая для себя эти два параметра, взвешивая математику и психологию вообще, чаще всего я рассматриваю следующие вещи. Если говорить математика, все, что касается тупого, простого, когда говорю тупого, это банального расчета. Сплошные цифры. Для того, у кого с цифрами есть трудности, бывает даже здесь сложно, потому что мы про сути с вами бизнес оттачиваем как артиллерийский расчет. И то, что в последнее время с нами делает интернет, в частности все цифровые технологии, по сути мы превращаемся с вами в точную науку, которая очень жестко находит своего клиента, очень жестко ему предоставляет услугу, очень жестко забирает у него обратную связь и точно так же жестко продолжает с ним работать. Все очень точно, четко, вот буквально для меня одна метафора математика. С другой стороны, этого человека мы с вами просчитываем, этого человека мы с вами продумываем, этого человека мы с вами просматриваем то, как он действует, то, как он думает, то, как он движется, то, как он принимает решения, то, почему он так это делает. Это все касается психологии. Рассматривая для себя вот эти два параметра, я сегодня поговорю о шести пунктах, которые считаю важными, которые чаще всего встречались в моей деятельности с разными компаниями. И у самого лично, когда я веду свое предприятие, чаще всего является краеугольным камнем. Могу пропеть длинную оду цели. Для многих из вас наверняка уже это избитое слово, но тем не менее я очень часто задаю этот вопрос. И с этим вопросом очень часто работаю. Я до сих пор нахожу людей, которые не просто в бизнесе без цели. Они не понимают даже, как они могут для себя улучшить или усилить или уточнить свои состояния, всего лишь работая с таким параметром, как цель. Поднимите руку, кто считает, что у него точно есть какая-то цель в бизнесе. По вашим рукам я понимаю, что вы либо со мной, либо не со мной. Поднимите руку, у кого есть сомнение, что у вас есть четкая, понимаемая вами цель в бизнесе. О, вижу, руки появились. Класс. Давайте я немножко еще подозреваю вопросы. Может быть, еще кто-то начнет поднимать руки, потому что непонятно еще в каком вы состоянии. Поднимите руку, у кого есть цель на сегодняшний день. Класс. Поднимите руку, у кого цели на сегодняшний день нет. Ну, так получилось. Тоже хорошо. Окей. Я приверженец того, чтобы в принципе у человека чаще всего, больше всего или где бы то ни было, была цель. И потому, рассматривая бизнес, я постоянно задаю вопросы разным людям. Проходя по коридорам компании, приходя в их кабинеты, приходя к ним в разные формы, когда они участвуют в бизнесе, в разных там своих совещаниях и прочих мероприятиях, я задаю вопросы, какая цель, какая цель, какая цель. И нахожу, что большинство людей движется без цели. Что для нас означает? Что есть огромное количество действий, мероприятий, движений, а самое главное большое количество затрат энергии, но при этом не факт, что эта энергия идет туда, куда они бы хотели. Цель для большинства из нас с вами может быть невыгодна по многим аспектам. С целью работать трудно. Она предопределяет то, что будет дальше. То, как вы будете действовать. Для большинства цель является загадкой. Для большинства цель – это просто некое сильное упражнение. Но сегодня я хотел бы заострить некоторые моменты на том, как мы подходим к этому вопросу. Цель, как только она появляется у человека, вызывает сразу два состояния, ну или два параметра – осознанность и ответственность. Это то, что чаще всего у людей является в таком трудно, недостижимом, а трудно отрабатываемом варианте. Когда мы говорим об осознанности, цель – это тот параметр, который позволяет нам мерить, измерять, корректировать и вообще выявлять, где ты находишься в отношении того, куда ты идешь. Отсутствие цели говорит о том, что любой факт, который ты замеряешь, он тебе ни о чем не говорит. Он просто оставаться будет просто фактом. Потому что твои действия могут быть пустыми. Но вопрос даже не в осознанности, вопрос в основном в ответственности. Потому что каждый из нас с вами прекрасно понимает, что цель, как только она появляется, она уже создает некое давление, некое состояние, когда человек находится уже вроде бы в каких-то там обязательствах. Людям проще находиться без обязательств, людям проще находиться в состоянии такой, так называемой, творческой свободы. И потому туда большинство не стараются смотреть. Потому от цели стараются отвертеться. Тем не менее, вот я работаю с одной группой, мы работаем достаточно долго, и буквально недавно один из участников этой группы открыто заявил, слушайте, я вот нахожусь в состоянии, когда я понимаю, что та цель, которую я ставил себе, она не является для меня целью, это просто был какой-то определенный лаг, определенный какой-то этап, который я просто прошел. И потому, когда я с определенного момента начинаю спрашивать о целях у людей, у меня всегда один такой внутренний вопрос. Почему мы то, что мы определяем в виде будущего, в виде какой-то точки, будем называть это целью? Есть люди, которые очень точно для себя идентифицируют, что если у тебя есть цель, то твоя спокойная жизнь, она закончилась. Это означает, что если у тебя появилась цель, я имею в виду, сейчас, наверное, большая цель, то ты перестаешь абсолютно точно смотреть куда-то направо и налево. То есть твой весь механизм начинает работать немножко по-другому. То есть у тебя энергия, твое внимание, твоя концентрация уходит действительно в какое-то место, которое уже для тебя стало определяющим. То есть у тебя чешется, у тебя зудит, у тебя свербит, ты не можешь не действовать туда, куда ты определился и с чем ты сейчас имеешь соответствие. То, что я называю целью. Для большинства цель – это просто конечный результат чего-то, конечная точка. Но на самом деле цель является целью, когда она у вас действительно вызывает сумасшедшую эмоцию, сумасшедшее состояние повышенной энергии, когда вы готовы выдавать, когда вы готовы вкладывать, когда вы готовы идти куда-то дальше. Сегодня для большинства цель – это нечто с одной стороны стало рутинным, должна быть цель и будет цель, а для кого-то цель – это просто стандартно являющийся вызов. Но цель – это один из главных инструментов, которым мы продолжаем управлять компанией. И благодаря целям и работой с целями мы продолжаем отслеживать, что же с нами происходит сегодня. Помимо этого могу сказать точно, что у нас есть сложности не просто с определением целей и работой с целями. Огромные инструменты, которые рождаются внутри компании. Одно дело, когда босс, руководитель, предприниматель приходит и определяет для себя цель. Другое дело, когда он работает со своими людьми и пытается их донести. И вот сегодня я здесь еще с другой стороны хочу посмотреть на этот вопрос, что с целями не умеют работать на уровне взаимодействия. Поставить цель, донести цель, получить обратную связь о понимании цели – это абсолютно сложный процесс. И благодаря тому, что у нас с вами есть огромное количество привычек, привычек не самых, грубо говоря, функциональных, которые приводят нас к большому результату, а привычек, которые мы усвоили благодаря тому, как действовали ранее. Но, тем не менее, эти привычки могут доминировать. Эти привычки мешают нам с вами быть точными и конкретными. Привычки, которые мешают работать точно с тем параметром, который называется цель. К примеру, когда я выношу один из управленческих инструментов как постановка цели во главу угла для любого руководителя, многие улыбаются, ухмыляются или ведут себя как-то определенно неестественно для меня. А я считаю, что это самый главный ключ, который должен быть у руководителя. Я когда-то достал сложную литературу для себя у западных источников. И там процесс постановки цели состоял из 13 пунктов. Я когда прочитал, я подумал, как это все сложно. На определенный момент времени я для себя упростил этот вариант до 6. И все равно это оказалось сложным. 6 пунктов только постановки цели. Причем для себя, если я отдавал обратную связь, большинство руководителей, которые ставят цели людям, которые ставят цели именно своему персоналу, они не замечают, что как раз работа с информацией имеет главное значение в том, чтобы они вообще когда-нибудь достигли этой цели. Я специально сегодня попросил флипчарт. Я сейчас вот так поставлю, чтобы всем видно было. Я попробую набросать, что я называю вот этими 6 пунктами работы с целями. Для меня это является таким большим цензом того, как руководитель работает со своими людьми. Ничего сложного в этом нету, но здесь вопрос терпения, внимательности и работы с деталями имеет очень важное значение. Чаще всего все ограничивается одним-двумя этапами. Я сейчас пойду издалека и скажу так, еще раз скажу, что цель, она рождается на уровне идеи вначале. У предпринимателя, у руководителя или у менеджера она рождается на уровне идеи. На уровне идеи в виде жесточайшего приоритета. То есть для него цель – это уже приоритетное направление, в которое он точно будет работать, в которое точно будет тратить свою энергию. Потому имея приоритет, вынося его в какую-то точную для себя идею, он начинает работать с целью. Потому первым этапом на уровне работы с целями вообще есть как раз поиск идеи и приоритета, куда будет поставлена цель. На выходе первого этапа у вас в лучшем случае есть идея, поле, в которое пойдет цель. Второй этап – небезызвестная упаковка этой цели в понятную для всех характеристику. Многие этого избегают. Я считаю, что это глупо, потому что рассеивание информации у нас достаточно большое. И этот механизм позволяет с вами просто хорошо с этим работать. Не важно, вы пользуетесь смартом, смешем, есть какой-то диско еще, я слышал, не важно. Но здесь вопрос лишь в том, что было бы важно, чтобы цели всегда были конкретными, они были у вас измеримыми. Я за то, чтобы они были всегда амбициозными. И потому вот это как раз штука, которая вызывает эмоцию сумасшедшую. И вот теперь пошла сложность. Вот это вот обычно не сложно. Хотя с первым пунктом можно подумать. Пункт третий – это момент донесения. Донесение уже для персонала. То есть по сути три пункта, которые я здесь нарисовал, они будут проходить без наличия вашего сотрудника, наличия того человека, с которым вы работаете. Три пункта. Пункт третий – это передача или донесение. Многие считают, что если они будут сейчас говорить, то их будут слушать. Многие считают, что если они сейчас будут отсылать эти письма, то они будут прочитаны. Многие будут думать, что если они передают документы, что им будет уделено какое-то внимание. Это не так. Потому что в момент донесения мы тоже с вами выбираем. Ну, к примеру, выбираем минимум уровень зрелости того сотрудника, с которым мы работаем. Если уровень зрелости низкий, это будет одна форма донесения. Если уровень зрелости большой, высокий, это будет другая форма донесения. И эти инструменты тоже заложены в пункте номер три. И вот теперь самое интересное, то, что я буду сегодня много раз повторять. Далее, четвертый, пятый, шестой этап, о чем я хотел очень сильно проговорить. Это три пункта обратной связи. В чем везде у нас, в принципе, есть проблема, которую я хочу как раз обозначить. Проблема в отсутствии обратной связи, либо в наличии обратной связи неточной, кривой. Первая обратная связь, к примеру, что получил, если так говорить жестко, четко и понятно. То есть, грубо говоря, обратная связь о принятии информации для себя. Вторая обратная связь, что стало ясно. И здесь же это пункт, который подтверждает наличие приоритета, что ясно или что важно. Это вторая обратная связь. И третья обратная связь, как собирается выполнять или делать. Это путь. Для многих, в принципе, становится понятным, что это всего лишь три пункта обратной связи. Но, тем не менее, большинство людей старается от этого длинного, вроде казалось бы, разговора уйти. Тем самым в конце дня, в конце месяца, в конце недели, в конце периода получают абсолютную либо изобретательность, либо, наоборот, неизобретательность своих коллег и сотрудников, которые из вашей цели делают свою какую-то версию. Привычки руководителя, которые здесь рождаются, они очень простые. Привык доносить информацию очень неопределенную. Это означает, что вот этого пункта нет. В целом не беру обратную связь у подчиненного. Чаще все говорят, ты понял. Да, понял, побежал выполнять. Избегают прямой постановки цели персонала. То есть, грубо говоря, могут вот здесь передавать через кого-то. То тоже будет каким-то там фильтром или тем, кто помешает донести ту точность информации, которая изначально задумывалась. Вопросы вот эти, считаю, являются основополагающими. Здесь, именно здесь строится принятие целей. Это принятие целей, так называемое. Большинство целей в компании не принимаются. И вы все знаете, что я бы, ну, наверное, даже от себя еще бы добавил сюда, что я бы внес отдельный, я бы не называл урок, а отдельную функцию или отдельный предмет по обучению предпринимателей, бизнесменов. Это умение управлять сопротивлением. Потому что когда вы ставите цели или вообще определяете цели, вы сразу встречаетесь с сопротивлением людей. Большинство людей не готовы меняться. Большинство людей это факты. Они не готовы двигаться, они не готовы включаться. Я говорю про большинство только лишь потому, что большинство людей могут, они могут испытывать для себя потребность 1 из 6 в определенности. Вы знаете, что такое определенность? Это такая потребность, которая показывает, что люди хотели бы оставаться в том же самом состоянии длительно. Они хотят понимать, что будет завтра. Они хотят понимать, что они завтра с теми же самыми вопросами справятся. Потребность в определенности считается самой сильной, самой сильнодействующей в массе людей. То есть круче потребности, наверное, вряд ли придумаешь. Сидящие здесь в зале на себе могут точно это понимать. Каждый из нас стремится к так называемой зоне комфорта или просто комфорту. Вот она определенность. Она в этом случае является базовой. Есть другие люди с потребностью неопределенности. Их не меньше. Вернее, их, вернее, меньше. Но у них другая формула принятия решений. Так вот, большая часть людей, находясь в потребности определенность, как только вы произносите им цели, они уже будут автоматически сопротивляться. Иногда такое бывает, что руководитель заходит, к примеру, там куда-то в какую-то определенную аудиторию или там, где общается со своим персоналом. Он только заходит, они уже могут находиться в состоянии сопротивления. Потому что понимает, что он на своем крыле обычно приносит изменения. Потому что когда вы определяете цели, там происходит не весь что в головах у людей. И было бы важно, чтобы вы это все уже взяли под свое внимание. Это принятие, это понимание важности, это знание пути. Здесь еще хочу сделать дополнительный акцент. Дополнительно сейчас приходят мысли, что я хотел бы вам еще сказать. Если вы знаете, знание сотрудниками пути, знание людьми пути усиливает мотивацию. Это очень сильный мотиватор. Когда люди знают, у них мотивация растет. Мы все время тоже говорим о мотивации, какая должна быть мотивация. Так вот как раз здесь это вопрос именно о ней. Помимо цели, чтобы далеко не углубляться в нее, к потребностям я еще вернусь. Помимо цели, тот механизм, который в последнее время становится популярным, он возвращается. Я думаю, что есть для того предпосылки, потому что все-таки информационный век, ну грубо говоря, он дает свое о себе знать. Возвращается формула работы менеджмента с стандартами. В принципе, многие могут сказать, что он никуда не уходил. Но для малого и среднего бизнеса он раньше был чем-то далеким. У любой компании есть возможность работать с шестью видами управления, с шестью рычагами. Рычаг первый всегда был, есть и будет это прямое управление, когда руководящий у нас всегда, находясь вверху структуры, может отдавать прямые указания вниз структуры. Называется первый рычаг прямое управление. Я специально их все перечислю, но чтобы было полное понимание концепции. Это одна формула управления, прямое управление. Используется в разрезе старта, стартапа, кризиса, особо чрезвычайных ситуаций. То есть босс, минуя всю свою структуру, отдает какие-то указания или даже ставит цели своему линейному персоналу. Прямое управление. Есть элемент, так называемое взаимное приспосабливание. Взаимное приспосабливание, когда у нас два сотрудника работают чаще всего в линейном варианте исполнения в отношении клиента, и когда перед ними находится их клиент, они вынуждены, обслуживая этого клиента или оказывая ему услугу, приспосабливаться к действиям друг к другу, при этом могут носить разные функции. Функция 1, к примеру, и функция 2. То есть друг к другу приспосабливаясь, они оказывают какое-то воздействие на своего клиента. Это второй элемент управления организацией через взаимное приспосабливание. То есть люди приспосабливаются к действиям друг к другу в отношении кого-то в виде клиента. И остальные 4 элемента, ради которых как раз начал говорить об этой концепции, это 4 вида стандартов, которые считаются ключевыми. Для кого-то в малом бизнесе, в среднем бизнесе до сих пор не стала еще системой, но тем не менее это встречается уже в организации, они с этим работают. Для того, чтобы организация работала четко, она стандартизируется на определенном уровне. Третьим, четвертым, пятым и шестым элементом являются стандарты. Для кого-то они уже буквально понятны, для кого-то еще нет, но тем не менее я сейчас по ним быстро пройдусь и скажу, какие тут есть особенности. Первое, с чем мы работаем, это стандарт результата. Предприниматель, пройдя по всем коридорам своей услуги или своего процесса реализации его бизнеса, рано или поздно понимает, какой конечный результат он хочет выдавать. Что будет на выходе того действия, которое уже идет к клиенту. То есть он для себя формирует некий стандарт результата. Хочу, чтобы на выходе продукт выглядел вот так. Хочу, чтобы услуга выглядела вот такой. Хочу всегда приходить к такому результату. То есть он для себя фиксирует конечную фазу. Так называемый стандарт результата. Это зачастую становится ориентиром для всех остальных. Это картинка видения для всех сотрудников компании, чтобы завтра здесь не было никаких погрешностей. Чтобы любой сотрудник внутри компании видел, что результат всегда это вот эта картинка, как фотография, которая сигнализирует о том, что нужно сделать. Это очень важный момент. Сотрудники на результат смотрят одинаково вместе со всей цепочкой компании. Как только у нас результат есть, мы постепенно начинаем клепать процесс. Грубо говоря, этот результат рано или поздно нужно сделать наиболее эффективным, наиболее простым, наиболее приносящим максимальную пользу процессам. Появляется стандарт процесса. Это для никого не секрет. Большинство компаний пишет процесс, утверждают процесс. Но всегда вопрос. Они пишут процесс для того, чтобы написать процесс. Либо этот процесс действительно приводит к тому идеальному результату, который мы хотим. Создание стандарта процесса имеет прямую связь со стандартом результата. Когда у нас с вами создан процесс, по сути, все сделано для того, чтобы если есть там персонал, который это все выполняет, он это все выполнял. Нанимая нового сотрудника, мы даем ему практически кальку. Делая вот это и выполняя вот такой результат, ты имеешь полный успех на этом месте в этой компании. Но для того, чтобы это делать, ему нужно обладать стандартом навыков. И у нас появляется некий набор навыков, которые нужно освоить для того, чтобы это действие вообще выполнять. И мы здесь скрепляем уже четкую версию. Вот эти три части уже говорят о том, что в компании все работает. В принципе все работает. То есть у нас есть человек обученный, обозначенный процесс и обозначенный результат. В принципе система вроде как зацементирована. Но это происходит в идеальной схеме, иногда ее называют даже какой-то линейной схемой. Я не буду сейчас туда уходить, но она действительно кажется нам самой искусственной, потому что все время идут изменения. И сегодня ты результат делаешь, а завтра у тебя произошли изменения в рынке. Что-то случилось с конкуренцией, что-то случилось с внешними факторами, макроэкономическими факторами и прошли изменения. И возможно твой результат перестает быть актуальным. То есть нужно что-то изменить. Как только происходят такие изменения, нужно сразу менять стандарт результата. Возможно, посмотрев насколько он работает. Если он уже не работает, его меняют. Если меняется стандарт результата, значит скорее всего возможно пройдут изменения в стандарте процесса. Соответственно и навыки будут уже не рабочими. Для того, чтобы изменения рано или поздно не сотворили свою дерзкую версию в виде разрушения, четвертый стандарт, стандарт норм, но не норм поведения, вернее не норм выработки, а именно норм поведения сигнализируют о том, что когда изменения разрушают структуру или делают ее не рабочей, мы держимся только за счет того, что люди скреплены определенными форматами реакции компании. То есть это то, как компания реагирует, реагирует, а реагирует она уже на уровне других вещей, на уровне целей, а на уровне принципов. И вот сюда заведены нормы поведения. Как мы действуем в такой ситуации, как мы действуем в такой ситуации, как мы действуем в такой ситуации. То есть это некая формула идеологии. Идеологическая часть заведена в норму принципов. Тем не менее считается тоже математикой. Когда я об этом говорю, я обращаю внимание бизнеса на том, что доходя до третьего уровня мы работу не сделали. Единицы компаний, которые удается в течение двух-трех лет пройти до уровня стандарта норм, пройти туда, закрепиться там. И эти компании имеют больше устойчивости, чем все остальные. Все остальные барахтываются вот на этом уровне, меняя, меняя, меняя. Я не говорю, что это линейная формула подготовки. Многие компании переходят к этому параллельно, начинают сразу делать стандарты норм. Но тем не менее, те, у кого они есть, тем проще справляться с постоянно идущими изменениями. Еще один момент, который хочу здесь обозначить, это умение компаний работать с ошибками. Я даже называю громко ее величество ошибка. Вокруг ошибки целое огромное море реакций на то, что происходит с бизнесом. У меня есть опыт, по крайней мере в этом году, работы с четырьмя крупными компаниями, достаточно крупными компаниями, у которых это застряло, как я говорю, как иголка, вернее, как кость в горле, работа с ошибками. Казалось бы, все просто. Пойду издалека. Есть ошибка. Участвуют двое. Участвует тот, кто ошибается, тот, кто терпит ошибку. И участвует тот, кто принимает ошибку. И если вы уйдете в историю, в свою историю, я ухожу в свою историю, в детскую историю, мы с вами поймем, что происходит в этом поле. Определенная реакция, которой мы научены, как действовать, когда у тебя появляется ошибка, давно уже стала не просто жестким правилом или привычкой, она укоренилась на уровне стереотипа. Потому когда люди говорят даже слово ошибка, уже происходят некие изменения. У тебя ошибка, у нас ошибка, давай что делать с ошибкой, а какие у тебя были ошибки. Само слово ошибка вызывает целую цепочку эмоциональных реакций. Возьмем ребенка, который совершает ошибку. Что из себя представляет сама ошибка? Она говорит лишь о том, что то, куда он целился или то, что он делал, он просто промахнулся. Это означает, что в том месте, где он промахнулся, ему нужно обучение, ему нужно учиться. То есть ошибка указывает на место обучения. Но вопрос не в том, что он не готов учиться, а он привык получать определенную реакцию на вот эту ошибку. От него ожидают, что он не будет ошибаться. От него ожидают, что он будет делать всегда очень хорошо. И вот эта вот реакция на ошибку, она является таким фундаментом будущего стереотипа. Почему люди прячут ошибку, им невыгодно показывать ошибку, и они не хотят работать с этой ошибкой. А когда они не хотят работать с ошибкой, это означает, что они автоматически отказываются от того, чтобы учиться. Для компании очень просто рассматривать для себя работу с ошибками. Сегодня я рассматриваю ошибку практически как биатлон. Я люблю этот вид спорта, потому что там все очень четко, и там в правилах уже есть проработка ошибки. Вот прям буквально проработка ошибки. Правда, немножко странным образом, но тем не менее она есть. Потому что нет оплаты за плохой бег, есть оплата за плохую стрельбу. Грубо говоря, ты бежишь, стреляешь, бежишь, стреляешь. Если ты вдруг промахнулся, ты еще бежишь в дополнительный круг. Есть даже олимпийские чемпионы, которые бежали в дополнительный круг и стали олимпийскими чемпионами. Но не факт, что им хотелось бежать в этот дополнительный круг. Но они промахнулись. И потому, когда они потом разбирают данный вопрос, то на тренировках они учатся дополнительно еще больше стрелять, переходить от бега к стрельбе, от стрельбы к бегу и так далее. То есть тренируют этот вопрос. Что происходит в организации? Каждый день, сегодня в частности, вы сидите здесь, ваш бизнес работает где-то там. Прямо сегодня где-то там у вас в бизнесе могут совершаться ошибки. Вопрос, что будет сегодня в отношении этих ошибок. Будут ли они разобраны, будут ли они подняты, будут ли они разобраны до деталей, Будут ли найдена та версия, которая завтра уже будет первой или второй или третьей гипотезой для внедрения. То есть что будут делать с теми ошибками, которые происходят прямо сегодня. Если бизнес к этому имеет внимательное детальное отношение, это означает, что единственное прикладное обучение, обучение бизнеса происходит прямо на ошибках. Ошибка является главным фактором для обучения компании. То есть чем сильнее, чем, скажем, глубже компания работает и прорабатывает свою ошибку, тем быстрее и больше она растет. Но для этого создается целая схема руководителя, если работа, особенно даже если это уже средний бизнес, а в среднем бизнесе, вы знаете, уже может быть огромное количество людей, большие структуры, достаточно большие структуры. Не просто построить целенаправленную работу с ошибками. Сегодня, к примеру, рассматривая для себя отдельную структуру работы в одной из торговых организаций, мы для себя выводили определенную логику четырех взаимодействующих звеньев. Это был линейный исполнитель, это его первый руководитель, это руководитель подразделения, а это руководитель региона целого. Это большая компания. И вот сегодня линейный исполнитель совершает ошибку. У него есть какая-то ошибка, которая не дает возможности ему сегодня достичь какого-то результата. По идее, мы хотели бы сегодня иметь так называемый дневной разбор. Что значит разбор? Это означает, что у этого сотрудника есть минимум, какой-то стандартный инструмент, который позволяет ему в конце рабочего дня или в конце какого-то процесса. Сесть и разобрать, найти эту ошибку, вынести это все наверх, чтобы все видели, и подумать о том, какие решения могут быть здесь сделаны. Либо он делает это сам, либо он делает вместе со своим руководителем. Это означает, что руководитель этого линейного сотрудника должен каким-то образом обеспечить разбор ежедневный этим линейным сотрудникам. Если мы говорим про руководителя, то ему точно такой же можно задать вопрос. Ну, к примеру, делаешь ли ты дневной разбор или почему и как ты реагируешь на ошибки своих людей ежедневно? Что он может ответить? Это означает, что ему нужно уже думать, как он будет работать в системе с ошибками своих людей. Хотя есть, возможно, направления и стандарты, и цели, и планы. Это к нему вопрос. Тем не менее, вопрос, совершает ли этот руководитель ошибки. Наверняка совершает. Вопрос, как часто мы будем его разбирать. Для компании вот этого типа, про который я сейчас говорю, было определено, что для него есть так называемый недельный разбор. Руководителя направления разбирают раз в неделю. Он садится и разбирает в каком-то определенном инструменте, разбирает все свои ошибки на уровне исполнительских вещей, на уровне управленческих вещей, на уровне технических вещей. И этот разбор важно, чтобы обеспечил следующий руководитель. То есть руководитель определенного подразделения. Таким образом, мы приходим к тому, что даже сидящему наверху, пройдясь по всей пищевой цепочке, есть что разобрать. Разобрать какие-то определенные ошибки, которые там совершаются. Сегодня мы не говорим, что каждый день они что-то внедряют, какие-то новые продукты. Но от того, как разбирается ошибка, как она внедряется, зависит очень часто быстрое внедрение новых стратегий к результату. Реакция на вот эти ошибки и дальнейшее движение выстраивается, исходя из того, насколько людям важен конечный результат. И та тема, которая уже касается не математики, а больше психологии, она касается отношения людей к результату. Сегодня я говорю, что отношение к результату – достаточно сложный аспект, но тем не менее, когда начинаешь его для себя, грубо говоря, распаковывать, можно там найти очень интересные вопросы для себя. Тоже попробую набросать с вами здесь дополнительно. Я очень часто задаю такие вопросы людям. Это, к примеру, начало месяца, первый день. Это 30-й день. Те люди, которые работают с текущими планами, какими-то бюджетными показателями, очень часто сталкиваются с вопросом, что их сотрудники, получая какую-то плановую цифру X, которую нужно сделать, произвести, продать или что-то совершить, какой-то норматив для себя, на уровне первых чисел, может быть, еще до первыми, у них происходит какая-то пленая реакция. Я очень часто задаю этот вопрос руководителям. Знают ли они, какой процент их сотрудников уже до начала периода, до первого числа, уже отказался от X? Грубо говоря, что значит отказался от X? Они не собираются этот X делать. У них в голове нечто другое. То есть они с этим X не согласны. Скорее всего, их устраивает какой-то X минус какой-то процент. Их это устраивает. Но X их не устраивает. Вопрос, знаете ли вы об этом? Потому что если вы не знаете, то этот человек будет амортизировать целый месяц, и вы не будете подразумевать, даже думать о том не будете, что он не собирается вашу цель в виде этого X выполнять. У него в голове X минус процент. При этом, когда с ними начинаешь разговаривать, с такими ребятами, там все очень просто. Ну я возьму вот примерно такое деление. Это у нас X, это точка X минус процент какой-то. Это у нас стартовая версия. Вот это для него так называемая реальная возможность. А это для него так называемая возможная реальность. И все, что нужно руководству делать, регулярно работать вот в этой области. Учить людей думать, что они могут сделать в отношении того, как они еще не делали. Потому что вот здесь весь их опыт, вот здесь вся их определенность, вот здесь вся их зона комфорта. А вот здесь риски, здесь непонятные для них шаги, непонятные для них идеи, непонятные для них какие-то направления, действия. И вот в возможной реальности как раз все деньги, все приросты. Именно в возможной реальности. Но если я не затеваю этого разговора в начале месяца, я не понимаю, потому что человек идет к своему X минус процент. И в конце, когда он приходит к X минус процент, сделав его, я его спрашиваю, а как же X? Он говорит, ну я же говорил в начале месяца, ну X минус процент. Он так к нему и шел, он не собирался это делать. Может сотрудник отказаться при этом на половине месяца, ну где-то там 14-15 числа. Может, но вы об этом можете не узнать. Может он отказаться 20-го числа. Может, да даже 28-го он может отказаться. Но было бы важно, чтобы компании, вы понимали, что сотрудник, пришедший к вам, он по идее, ну я не могу такое слово, конечно, сказать, но не должен отказаться. Было бы важно, чтобы он не отказался до конца месяца от этого результата, чтобы он шел до него до последнего дня, находился в поиске так называемой возможной реальности. Что еще можно сделать? И даже когда, если вдруг он все-таки сделал X минус процент, он надеялся, если в таком состоянии, он чуть-чуть меньше его не доделает. Он продолжал искать сюда какие-то пути. И это все работа в отношении к результату. Это все касается именно отношения к результату, которым мы с вами иногда даже не задумываемся. Сегодня, спрашивая сотрудника в этом плане, во что он верит, когда он двигается к этой цели? Какие приоритеты у него есть? Над чем он готов работать? Что для него жизненно важно? Это все вопросы, которые отсылают нас с вами в другую игру. Я ее часто рисую. Я люблю эту диаграмму. Я с людьми ее очень часто прохожу. Это такая немножко исковерканная пирамидка Дилтса. Вы наверняка такого слышали. Это знаменитый НЛПР, который работает с людьми. Нейро-лингвистическое программирование. Я ее очень люблю. Ее используют в коучингах, но ее используют также руководители, чтобы разобраться с людьми, дав вам обратную связь. Тут есть очень много интересных вещей. Работая с людьми и проясняя их отношение к результату, мы начинаем с результата. Результат является критерием всего. Всего того, что есть у человека. Результат показывает, что для него действительно важно. Результат для нас с вами является следствием действий. И вот когда я начинаю себе уже проговаривать эту причину-следственную связь, мой результат – следствие действий. Меняя действие, результат могу изменить. Не меняя действие, результат не меняется. Вроде бы все понятно. На уровне действий у нас находятся наборы каких-то инструментов, шаблоны, методы, сценарии, что угодно на уровне действий. Казалось бы, измени действия и все будет нормально. Но многие задают вопрос, как их изменить. Если я возьму бизнес-сепочку, у нас здесь идут планы, здесь стратегии, а здесь цели. Смотрите, к какому выводу сейчас мы с вами можем прийти. Это туда, куда я вас хочу потащить в принципе. Вам не нравится ваш результат X. По идее, исходя из этой цепочки, нужно начать работать с целью. Потому что цель явилась причиной вашего результата. Вы говорите, я хочу 2X. Стратегия X и 2X. Естественно, стратегия поменяется. Она станет стратегией близкой к стратегии 2X. План тоже перепишется под новую стратегию в цель 2X и стратегию 2X. Но самый ключевой пассаж начнется на уровне действий. Потому что этот план придется выполнять. И вот тут начинается самая основная метаморфоза. Почему трудно действовать под вновь созданный план? Что делает компания? Она постоянно занимается какой-то писаниной и набиванием для себя новых версий. Новые цели, новые стратегии, новые планы. Новые цели, новые стратегии, новые планы. Но действия так часто не меняются. Что здесь такого коренного в этом уровне действий? А здесь мы с вами забываем. Здесь бессознательные привычки. Та моторика, которая у человека отработана как часы. Это означает, что когда вы написали планы, ваши планы столкнутся с огромным фронтом бессознательных, жестких, четких привычек, которые очень непросто изменить. И вот тогда мы начинаем взывать к другим параметрам. Мы начинаем стучаться в другие вещи. Уровень действий – это уровень приоритизации. Действие меняется, когда для человека становится что-то очень важным. Серьезно важным. То есть он меняет свои приоритеты. Это другая совершенно схема, значит нам нужно подниматься по цепочке. И когда мы начинаем работать с отношением к результату, это означает, что мы начинаем работать с принципами людей. Сегодня работа с отношением к результату – это не просто поговорить с людьми, что он собирается делать, как он собирается делать. Это отслеживание регулярно в одной и той же форме под разными углами микроскопии действий. Потому что каждым своим действием человек показывает, что для него важно. Сегодня очень быстро можно определить, какой приоритет у человека только по уровню действий. Опаздывает он – важно одно. Приходит вовремя – важно другое. Что бы он ни говорил, сегодня этот приоритет работает. Когда я работаю и рассматриваю для себя формат отношения, у каждого из вас есть на рабочем месте функция, которую вы выполняете. Вы работаете или создаете какую-то компанию, у вас есть продукт, у вас есть клиент, как внутренний, так и внешний. И сегодня отношение к этому определяет по шкале то, как вы будете действовать. Сегодня, если для вас важно то, что вы делаете, ваше отношение на шкале приоритетности растет в сторону ста. Это означает, что если для вас важно то, что вы делаете, то, скорее всего, на выходе результат вашего действия будет очень неплохой. Если для вас важно то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. Но вы сами выбираете то, что вы делаете. Вы сами решили, что для вас важно именно это дело. Дело как функция. Сегодня большинство людей может работать в компании, и им не нравится то, что они делают. Это значит, что они уже имеют другое отношение к результату. Они занимаются тем, что они бы не хотели делать. Результат от этого может пострадать. Момент второй. Я работаю в компании. Что такое компания? Атмосфера, среда. Это какие-то определенные законы, правила, традиции. Я компанию либо принял, либо не принял. Если я ее принял, у меня одно к ней отношение, и потому результат будет один. Если я ее не принял и хожу туда по какой-то определенной причине, ну, наверное, причина есть, какая-то причина есть, особенно у тех, кто работает в очень непростых условиях. Он компанию не принял, результат может быть совершенно другим. Ему будет тяжело этот результат давать долго. Это значит, что он не принимает просто атмосферу. Сегодня продукт. Тот, кто производит продукт и делает его своими руками, понятно, у него может быть одно отношение. Он на него смотрит, как на своего ребенка. Для него это важнее всего. Тот, кто его не производил, у него может быть другое к нему отношение. Соответственно, все, что происходит, все манипуляции с этим продуктом, вызывают другое отношение к результату. Точно так же мы можем говорить в отношении клиента. Для кого-то клиент – это единственный цензор, который дает обратную связь в виде того, что же я на самом деле сделал. А для кого-то клиент – это тот, кто постоянно цепляется, постоянно скептически относится или постоянно что-то делает не то. Это всего лишь отношение к функции, к компании, к продукту и к клиенту, которое мне показывает отношение к результату любого человека. Сегодня мы начинаем говорить вот об этих вещах, но это все психология. Сегодня она показывает принципы, по которым работает компания. Если она начинает смотреть на людей и создавать условия, где то, что они делают, им нравится, это влияет на результат. Если сама среда, которую создает компания, им нравится, это может повлиять на результат. Если всех привлекает к продукту потрогать, поучаствовать, быть рядом с этим продуктом – это повлияет на результат и так далее. Ну и, естественно, работа с самим клиентом. Вопрос отношения к результату давно вышел за рамки простого разговора. Он находится много глубже. И сегодня самым сложным, как очевидно, является, когда ты понимаешь, что очень хороший сотрудник, опытный сотрудник, сотрудник с навыками, с хорошим бэкграундом, вдруг у него другое отношение к результату, какое-то другое. Я пока их не называю в виде клише. То есть если я бы рисовал шкалу от 0 до 100, у него какое-то вот здесь отношение к результату. Не вот здесь, не вот здесь, а где-то вот здесь какое-то отношение к результату, если мы его поставили на какой-то шкале. Я начинаю себе задавать вопрос, как мне перевести его сюда? Что мне с ним делать? Потому что всех не выгонишь, всех к себе не призовешь. То есть нужно какую-то работу проводить. Как мне поменять его отношение к результату? И тут вы себе сами начинаете задавать вопрос, как часто у вас меняется отношение к происходящему? Как часто вы умеете менять свое восприятие и интерпретацию происходящего на какую-то другую себе иногда неугодную? Как часто с вами это происходит? Анализируя разные аспекты, я пришел к выводу, что чаще всего отношение к результату, к примеру, отношение к результату зависит от вашего психоэмоционального состояния. От вашего психоэмоционального состояния. То есть, грубо говоря, если вы находитесь в состоянии, я называю повышенной какой-то эмоцией, там у вас радость, там у вас драйв какой-то, у вас какая-то вовлеченность, то на любую сложную цель, на любую сложную задачу вы смотрите под определенным углом. Потому что вы сегодня, сейчас находитесь в состоянии такой отдачи, вы готовы отдавать. С другой стороны, когда у вас будет другая эмоция, я беру понижающую эмоцию, вы пришли в огорчении, вы пришли в каком-то, не дай бог, страдании, у вас какая-то внутренняя страшилка, сомнение, у вас чувство вины давит, вы в каком-то не том состоянии, я называю нересурсном состоянии, то есть это обратная составляющая, вы страдаете. У вас уже при появлении любой цели возникает стопор. Ваша интерпретация будущего похода может быть достаточно сложной. И потому, к примеру, уже эта маленькая зависимость говорит о том, что, ну, друзья, давайте работать с этим. Но меня очень часто задают руководители вопрос, Стас, нам что их веселить? Нам что здесь клуб веселых и находчивых делать? Нам что здесь шоу какое-то устраивать? Я говорю, подожди, но нам нужно всего лишь поднять их психоэмоциональное состояние, чтобы они были в определенном состоянии, ну, радости на отдачу, потому что сегодня сотрудники приходят в двух состояниях на работу. Так же, как и мы вместе с вами. Даже это можно здесь проверять. Люди приходят либо учиться, либо защищаться. Это факт. Что это означает? Если я пришел учиться, то я буду набирать, я буду открытым, я буду готов к разным вещам, я буду, по крайней мере, с собой работать. Если я пришел защищаться, то, скорее всего, для меня позиция скептика, позиция циника, позиция просто саботажника, она для меня нормальная, я могу даже ее не замечать, но я пришел защищаться. Защищать что? Защищать свою вот ту определенность, дабы не выйти из нее вообще никогда. Это вопрос. В компании это происходит каждый день. Самое главное, что когда вы приходите домой, туда тоже люди приходят либо учиться, либо защищаться. Этот процесс не заканчивается. Мы все время можем находиться в этом состоянии. Человек либо учится, все время учится, учиться можно на всем, либо он все время защищается. Второй момент, ради которого как раз и говорю. Если это так, то идет даже следствие следующее. Люди приходят в разные места либо брать, либо, ну давайте попроще, вкладывать. Потому что слово отдавать, оно имеет такое для многих разное значение. Ну никому не хочется что-то отдавать, потому я говорю вкладывать. Либо брать, либо вкладывать. Иногда здесь просто другое слово еще появляется. Получать. Брать, получать. Так вот, это вторая часть. Самое интересное, что учиться и вкладывать, это абсолютно соразмерные вещи. То есть если ты учишься, ты автоматически вкладываешь. Если ты берешь, очень часто ты защищаешься. Очень часто ты защищаешься. Это вопрос как раз к нам с вами. Если я хочу поменять отношение к результату, мне нужно, чтобы человек понимал, что делая результат, ища для себя, находясь в поиске для себя возможной реальности, он будет регулярно учиться, он будет вкладывать. Он, если будет в этом состоянии, он проще туда дойдет, он будет по-другому все воспринимать. Наша задача просто настроить их на это состояние. Так вот изменения происходят из одного отношения в другое чаще всего под тремя определенными вопросами. Это наиболее частые вопросы, которые привели к изменению отношения к результату, отношения к происходящему. Вопрос первый. Это чему можешь научиться? Грубо говоря, у меня к этому отношение не очень. Но я задаю себе вопрос, чему я здесь могу научиться? Я специально начинаю осознавать, толкать себя туда, чтобы понять, чему же я могу научиться. А если у меня в отголосках памяти все-таки есть аспект или ответ на вопрос, что учиться можно на всем, учиться можно везде, то я найду, что здесь для себя взять. Второй момент. Что для тебя здесь может доставить удовольствие? Вопрос удовольствия. То есть попытаться найти для себя в том, что ты делаешь, в том, что происходит, там, где у тебя отношение падает, все-таки найти какое-то удовольствие. Посмотрев на это по другим углам, мы можем найти, что какие-то процессы действительно будут для вас именно такими. Ну и третий момент. Он уже такой, я не называю момента физическим, но по идее к этому все идет. Вот туда все идет. Чем можешь быть полезен другим? То есть грубо говоря, первые два аспекта касаются тебя, третий это уже на выход дальше. То есть ты начинаешь отдавать. Чем можешь полезен быть другим? Это три наиболее частых аспекта, которые помогали менять отношение к результату в моменте, когда людям своевременно задавали вопрос, либо они задавали вопрос этот себе. Детали я пропущу. Вот вопрос, к которому я шел. Еще один вопрос, который хочу в конце, по крайней мере для него оставил чуть-чуть времени. Дисциплина. Много споров, в интернете читал кучу статей, много об этом говорили, уже не буду про это повторять. Я просто вам напомню, что слово дисциплина в бизнесе, я его связал именно с психологией, потому что это от психологии. Все четыре пункта там только от психологии. Я их сейчас назову. Дисциплина – это предмет обучения. Дисциплина – это предмет… Помните, в школе было дисциплина математика, дисциплина физика, дисциплина химия. То есть это дисциплины. Это предмет обучения. То есть мы учимся. То есть когда мы дисциплинируемся или дисциплинированный человек, он продолжает учиться. Многие задают вопрос, чему же там он учится. Дисциплина чаще всего в рассмотрении ее состоит из четырех аспектов. Я хочу, чтобы вы их запомнили, потому что они очень важны. Это действительно такая тонкая штука, которая помогает раскрыть для себя маленькие моменты. Первое и самое основополагающее – дисциплина – это умение справиться с собой. Что внутри стоит? Это так называемая самоорганизация. Это антисаботаж. Антисаботаж. То есть грубо говоря, ты умеешь обойти соблазны. Если мы рассматривали бы самый мешающий фактор, который в России называют, что тебе мешает добиваться чего-то, все говорят там, ну лень. Вот так вот это как раз борьба вот с этой теткой, которая зовут лень. Но вопрос не с ленью, а именно умение справиться с собой. Что значит справиться? Если ты вышел куда-то, умение с собой договориться, все-таки сделать это действие. То есть найти путь к себе. Не затащить себя в состоянии, что ты должен это делать и в чувстве вины пошел это делать. Нет. А именно затащить это туда, чтобы у тебя был интерес, чтобы оставалось у тебя хочу и важно. И тогда ты этот вопрос решаешь. То есть оставить себя именно в этом состоянии справиться с собой. Потому что то, когда ты пойдешь туда делать должен, не факт, что тебе будет это интересно в долгую делать. Первый пункт и основополагающий. Большинство людей, я по себе это замечаю, это трудно, мы с этим продолжаем работать. Техник на самом деле масса, сейчас уже пестрит все вокруг нас, только бери и тренируй. Продолжаем учиться справляться с собой в разных ситуациях. Когда тебе отвечают, когда тебе не отвечают, когда к тебе подходят, когда тебе отказывают. Умение справляться с собой это классическая формула дисциплины. Это дисциплинированный человек умеет справляться с собой. Второй пункт – это умение идти мелкими шагами в длинную. Это умение терпеть. Многие говорят, что с нетерпеливыми бизнес не строится. Это слова предпринимателей, которые знали толк, о чем говорили. Это терпение, это означает, что ты мелкими шагами продолжаешь вкладывать, даже когда результата очевидного нету, ты продолжаешь вкладывать и ты будешь вкладывать, даже когда ты устанешь вкладывать, потому что ты не можешь не вкладывать. Потому что, чтобы вырастить цветок, нужно продолжать его поливать. Чтобы воспитать ребенка, нужно продолжать искать пути. Чтобы вырастить бизнес, нужно продолжать в него инвестировать. То есть это постоянная инвестиция. Все здесь в зале сидящие, включая меня, 24 часа могут находиться в состоянии инвесторов. Если вы закончили инвестировать, рано или поздно у вас что-то сломается или заболеет. И так оно работает. Если ты прекращаешь инвестировать, все заканчивается. То есть мы не можем прекратить вкладывать. Это вторая формула. Терпеливые, дисциплинированные. Это знают, для них это просто как часы. Они продолжают мелкими шагами, по чуть-чуть, туда же, еще. Вопрос, естественно, понятно, когда я разговаривал со своим папой. Он говорит, слушай, вкладывать я тоже вложил. И рассказывает мне про свои вклады. Ну вы знаете, про какие вклады. Говорю, папа, просто тут никто не написал еще, что нужно точно вкладывать. То есть ты не туда просто вложил. То есть такие вещи бывают. Пункт третий, который также важен, не менее, вернее, важен. Это вот то, что чаще всего говорят о дисциплине. Это умение справиться с собой, к примеру, во времени. Но я называю это управление приоритетом. Выбрать этот приоритет. И для нас здесь формула. Главное в главном. И главное действие. Ты главный, нашел главное место и нашел главное действие. Формула простая. Все пытаются ее обойти, ничего нового не нашли. И продолжают говорить про мультизадачность, многозадачность и прочую штуку. Хотя место всегда что? Одно. И действие тоже будешь делать одно. Осталось только определить, какое. Вот в этом как раз вся и суть. Мы тренируемся сами именно в том, чтобы быть точными в этом направлении. Это управление приоритетами. Или по-другому, как называют его, управление временем. Но временем вы не управляете. Вы управляете именно приоритетом во времени. Ну и последнее, четвертое. Этому я готов вот прям поклоняться и петь оду. Четвертый пункт дисциплины, коллеги, это умение подчиняться. Не умеющий подчиняться никогда не построит большую компанию. Никогда не построит большую компанию. Почему? Потому что есть силы, есть системы, которые больше и которые важно знать. Минимум подчиняемся с вами законам природы. Минимум. Если ты им не подчиняешься, ты просто дурак и глуп. Потому что сегодня они есть, они не могут не быть. Умение подчиниться, это умение быть гибким, умение продолжать искать какой-то подход. Неподчинение приводит рано или поздно к надлому, надрыву или еще чему-то. Сами прекрасно понимаете, что за неподчинением стоят целые дифирамбы, которые нам поют, тщеславие, гордыня и прочее. Это те пункты, которые являются ключевыми. Можно еще дальше говорить про детали внутри каждого, но это основополагающая штука. Если говорить про исполнительскую дисциплину, то исполнительская дисциплина – это дисциплина выполнения, дисциплина реализации. Все то же самое, но только к этому добавляется, что ты не можешь не сделать. Чтобы сделать, нужно справляться с собой, нужно уметь вкладывать, нужно уметь подчиняться и нужно уметь поставить приоритет. Исполнительская дисциплина – это умение довести до конца, это умение дожать, это умение справиться с результатом, это умение выполнить согласно каких-то требований и условий. Все эти пункты будут внутри исполнительской дисциплины. Каждая компания сама решает, как она выстраивает ее. Но когда в компании пропадает дисциплина и исполнительская дисциплина, можно любые системы внедрять, ничего не будет работать. То, что сейчас происходит, цифровой век, он тоже является частью этой дисциплины. Но вы знаете, можно систему поставить, но в ней не будет никакой работы. Поэтому важно было бы добиться исполнения, внутреннего исполнения заложенных правил. Могу говорить еще долго, но время подходит, потому оставляем на вопросы. Спасибо, Станислав. Спасибо. Я думаю, что одно из самых содержательных выступлений сегодняшнего дня. Действительно, очень много есть, что подчеркнуть. И по традиции уже давайте посмотрим вопросы, которые вы задаете Станиславу в приложении Bittrex.conf. Артур Дамбис спрашивает. Как быть с дизайнерами? Вот такой частный сегмент бизнеса. Они творческие, еще девочки часто. На них математика и цели туго действуют. Они хотят комплименты карамельной латте. Но хочется, чтобы рисовали быстрее. Потому и работает вторая часть психология. То есть нужно найти к ним язык. У них тоже язык. Ну, опять же, у программистов им язык программирования, ну, к примеру. Язык нужен. То есть нужно с ними договариваться. То есть нужно понять, как они работают. Как это устройство в виде девочки-дизайнера, как оно работает. Как оно дакает, как оно нет дакает. Если я понимаю это, я могу с ними абсолютно свободно разговаривать. Иногда, кстати, с ними хорошо через бумагу разговаривают. Им рисуют задания. Они очень быстро это принимают, как вариант. Но это все равно язык. Потому раньше я думал, что да, программисты или там технические специалисты, это какие-то особенные, ничего подобного. К ним нужно просто подход. Если ты перейдешь на другую волну, ты с ними договоришься. Такое уже было. Иначе разговор очень простой, что с ними нельзя говорить. Они какие-то другие. Нужен переводчик в виде такого же, как они, чтобы с ними говорить через третье лицо. Но можно договориться. Только самому нужно с собой справиться. Нужно учиться именно себя приводить в это состояние. И еще у нас, я в процессе, мы пока слушали ваш доклад, с коллегой пообщались. Вот такой вопрос. Вот те принципы, которые вы рассказали, базовые. Есть ли какая-то разница между Россией, Европой и Америкой в этих принципах? Или люди везде одинаковые? Ну, нет, люди вообще одинаковые, как строение человека и со всеми нюансами. Но мы просто проходим определенный этап сейчас. И я считаю, что он очень хороший. Потому что в нем много, может быть, в нем одухотворенности. Потому что многие, в частности, я работал с европейскими компаниями. Не во всех компаниях так много, я его называю, знаете, даже прямо могу сказать, много секса. Такого, знаете, жизни такой. То есть там такой уже четкий, жесткий, безэмоциональный устав. То есть он тоже претит, потому что рано или поздно начинаются проблемы. То есть люди действительно приходят отработать. Они не находятся там, как в части того, что они создают. То есть они не имеют к этому отношения. Но, опять же, западная компания, западная компания рознь, есть руководители, блестящие лидеры западных компаний, которые делают все примерно в таком же самом фоне. Просто у нас в ментальности проще такую культуру простроить, на самом деле, чем на Западе. На Западе она более механистическая. Спасибо. Дамы и господа, Станислав Кузовов. Спасибо огромное еще раз за выступление. Спасибо. 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 Спасибо.